Всем добрый вечер. Я хочу сразу поблагодарить за приглашение на эту чудесную вечер и конференцию. Спасибо за возможность стоять на сцене с такими людьми, которые выступали до меня. Мне это большая честь. И прослушав все предыдущие выступления, я решила сократить свой доклад, так как уже что такое волонтерство и что такое государство, вы уже послушали, и вы уже достаточно устали, поэтому доклад сократится, и он будет на тему поверх барьеров. Это будет о том, как мы с движением «Вместе мы силой» и с нашими волонтерами преодолеваем барьеры бюрократии и каких-то заковырок наших законов государственных, и когда нам государство и помогает, и когда нам государство мешает. Я приведу примеры, но для начала я хочу рассказать о нашем движении. Три года назад, 19 сентября 2015 года, я решила создать группу, сначала мы ее открыли в «Одноклассниках». Назвала я движение «Вместе мы с силой». До этого я и мои друзья, очень маленькая группа людей, занимались помощью, и все началось с пожара, о котором мне рассказали мои родственники. Это девушка, которая работает социальным работником в хостеле. У ее соседки случился пожар. И я рассказала это своим друзьям, они призвали своих друзей, знакомых, и получилось так, что людям, у людей сгорело абсолютно все, и им нужна была и мебель, и вещи, и все. Им навезли больше, чем нужно, по три стиральных машинки, по несколько шкафов, и они обратились сами к нам. Женя, отдайте это тем людям, которым это нужно. И мы раздали это приезжим Алимам, которые заселялись в пустые квартиры, и так пошел слух. Алимы в Ульпанах начали давать телефоны. Кто-то узнал, начал помогать одиноким солдатам. Одинокие солдаты начали в армии раздавать тоже мой телефон. И я поняла, что мы уже вышли за пределы Ришон-Лицона. Я живу сама в Ришон-Лицоне, поэтому все началось с Ришон-Лицона. И дело дошло уже до Бершева. Так как я не имею машины, и мои друзья живут около меня, то до Бершева я, конечно, доехать не могла, но помочь нужно было одинокому солдату. И для этого я решила открыть группу, в которой я решила, что я буду писать посты с обращениями о помощи по городам. Если этот случай происходит в Бершеве, то я пишу Бершева. Пишу сам случай. И в первую очередь отзываются люди, которые живут или в этом городе, или в соседних городах. Но по нашему опыту отзываются люди со всей страны. И очень быстро взаимодействуют между собой. И буквально иногда за час, за полтора мы уже решаем большую часть проблем. Сейчас несколько слов о нашем движении. В него входят только добровольцы, только волонтеры. Мы не Амута и не Фонд. И в этом наше отличие нам не помогает государство. Мы существуем только на свои средства. И занимаемся этим только в наше свободное время. У нас более 5000 волонтеров по всей стране. Практически в каждом городе у меня есть свои координаторы, которые отвечают за свой город. В больших городах это несколько координаторов. Есть добровольные водители, которые помогают нам в праздничных мероприятиях с подвозками. Есть грузчики, ребята, которые собраны у меня в другую группу, отдельные грузчики, которые занимаются помощью с перевозкой мебелью и всего остального. У нас в группе каждый помогает кто чем может. У нас запрещено собирать средства и запрещено помогать материально. Мы очень редко обращаемся за помощью к государству. Но, к сожалению, очень редко они нам помогают. Я приведу отдельные примеры. Но для начала я хочу, чтобы вы посмотрели маленький ролик о нашем движении, чтобы у вас какая-то картинка уже нарисовалась. Есть сюрпризива! 19 сентября 2015 года я решила, что пора открыть группу, где я буду писать все обращения ко мне по городам. И так пошло и двигается. Настало уже почти 5000. У нас большие две группы. Одна группа в Facebook и другая в Одноклассниках. У нас есть несколько групп на WhatsApp. До того, как я стала участником этого движения, я не знала о том, что в Израиле находится столько семей в столь бедственном состоянии. Мы не помогаем финансово. Мы люди, которые волонтеры. Помогать солдатам, помогать одиночкам, помогать тем, кто в этом нуждается и кто в принципе даже не ожидает, что им может прийти эта помощь. Люди, которые находятся в этой группе, это просто вот, ну не сказать, святые. Они обычные, земные. Просто у них душа широкая, там есть место для всех. Я с таким удовольствием вам помогаю, что вот не нужно все равно, я своим соседям говорю, вот нужно, нужно, все само. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Если от чужого горя плачет, значит не иссякла доброта! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы субтитры Алексею Дубровскому! Мы субтитры Алексею Дубровскому! Она находится вот здесь в зале! Она помогает нам организовать мероприятия, приглашает артистов и является сама даже добровольным водителем. С помощью Амуты Шарей Таргут под руководством Ильи Левина наши дети получают возможность бесплатно посетить культурные мероприятия. Нам всегда предоставлены билеты в различные спектакли, культурные события страны. Итак, вместе с фондом «Шанс на жизнь» мы проводили мероприятие в больнице для больных деток. Так как фонд «Шанс на жизнь» жалко, девочки пыли, они недавно ушли, они должны были встречать семью, которая приехала на лечение. Они занимаются семьями, приехавшими на лечение. У нас была такая совместная акция «Роша Шана», которую мы проводили вместе. Ну а сейчас перейдем к примерам, где государство или помогает, или хочет помочь, но не может. Один из таких примеров, это когда к нам обращаются сами соцработники, или же из Министерства Клиты. Когда приезжают, например, Алимы, и обращаются в Министерство Клиту, и в Клите понимают, что там какая-то серьезная ситуация, но по разным причинам, или у соцработников, или у Министерства Клиты связаны руки, и они не могут оказать какую-то помощь или в данный конкретный момент, то они обращаются к нам. И первая история, это когда соцработник попросил о помощи семье. Женщина в семье была беременна на 32-й неделе, но она находилась в стране, еще не имея статуса гражданина. Но буквально через 4 дня они должны были уже получить документы. Но несмотря на это, им не могли помочь соцработники, так как официально не гражданам страны, они просто не могут из-за законов, из-за бюрократии помочь. Но несмотря на это, ребенок, который скоро должен родиться, не ждет. И люди заехали в другую квартиру. Плюс ко всему, у них очень сложная ситуация. Так как эта женщина жила раньше в Украине, у нее родился с ребенком. Через несколько лет они узнали, что у ребенка тяжелая онкология на последней стадии. Плюс все сопутствующее. Они приехали на лечение, но до того, как приехать на лечение, многие страны от них отказались. Сказали, что это уже неоперабельно и помочь нельзя. И согласились помочь только в Израиле. Когда они приехали на лечение, как вы понимаете, все деньги уходили на лечение, на лекарства, на оплату больницы и так далее. Они находились здесь несколько лет. В процессе она познакомилась с молодым человеком, они поженились. И она забеременела вторым ребенком. Они переехали на квартиру, которая оказалась пустая. Она не могла работать на данный момент, так как все время находилась на лечении, плюс она была и беременная. И муж работал один. Они прошли все процедуры и уже через несколько дней должны были получить труда от золота. И вот эта маленькая формальность им мешала обратиться за помощью, и им не могли оказать эту помощь. Когда они обратились к нам с помощью соцсетей и с помощью наших постоянных помощников «Первое радио» и «Радио РЭКа», которые нам предоставляют возможность говорить в эфире о наших тяжелых случаях, я рассказала в программе «Безвыгоду» Влада Зернецкого на «Первом радио» этот случай. И обычно сразу после того, как я рассказываю, у меня начинает звонить телефон еще до того момента, как я закончила говорить. Люди отзывались со всей страны, везли сами все, от постельного белья и до мебели. И на следующие сутки у них уже было все дома. И титули, и детские кроватки, и все необходимое для детей и для проживания в стране. Это тот случай, когда из-за бюрократии государство не может помочь. Другой случай, когда гражданка Израиля, молодая девушка, в 22 года узнает, что она больна рассеянным сколерозом. На тот момент, когда она уже узнала, что она больна, это была уже запущенная стадия. И ей сказали, что очень скоро она не сможет самостоятельно передвигаться и должна будет пользоваться инвалидным креслом. Эта девушка живет вместе с мамой на четвертом этаже. Лифта у них дома нет. И в тот момент, когда она узнала, она поняла, что будет дальше происходить, и начала бить тревогу. Пошла по соседям, собрала все подписи, чтобы поставить лифт. И уже были все подписи, и даже были уже собраны деньги и заплачены. Но одна заветная подпись, это более, наверное, человеческий фактор, или, может быть, чья-то лень, или халатность, я не знаю, работников Ирии, я не буду называть города, задерживала все. Из-за этого лифт просто не устанавливали. Девушка уже перестала передвигаться самостоятельно. Она пользовалась инвалидным креслом. У ее мамы, которая за ней ухаживает, обнаружили также онкологию. И они просто были закрыты дома. Они не могли не пойти к врачу, не сходить за продуктами. Ну, ничего не могли. Дело дошло до того, что наши волонтеры, и особая благодарность Стасу Левину из решенницы ООНа, который носил на руках вниз и обратно эту девушку, и помогал ей добраться или до врача, или сходить. И такими были несколько волонтеров, которые просто сносили человека на руках. У меня вопрос, почему так происходит? Почему из-за одной подписи человек страдал несколько лет? Вот две недели это преступление других, которые уже вынесли. Совершенно верно. После того, как она обратилась к нам, я поговорила с Яной Бриксман, которая нам очень много помогает, и которая сейчас ведет передачу «Особый случай» на радио РЭКа. Мы об этом публично рассказали в эфире. Послали официальные запросы во все инстанции, которые только можно. И на данный момент лифт ездит. И девушка может спокойно спускаться в инвалидном кресле сама и сама может добраться. И это еще одна победа, ну, наверное, над какой-то халатностью отдельной или отдельного работника, ну или человеческий фактор. Другой пример, когда пожилая женщина, у нее происходит, что одновременно онкология у дочери и у мужа этой дочери, у зятя тоже обнаруживают онкологию. На руках у них маленькая девочка. У дочери очень тяжелая форма онкологии. Она лежит в больнице. Ее не выпускают из больницы, пока мама не установит такой подъезд к подъезду, чтобы она могла заезжать. Ее просто не выпускать. А на какие средства она может установить этот подъезд? То есть женщина заходит в долги, собирает у всех. При этом в социальной службе ей обещают потом это оплатить. Но до сих пор уже нет ни дочери, ни зятя, никого. Никто им эти деньги, конечно, не вернул. Также было с зятем, когда она просила, ей не с кем было оставить ребенка, чтобы пойти к дочке в больницу. Тут был зять на руках. Просила дать метапеллит. Но метапеллит дали после смерти зятя через две недели. Вот это просто, ну, уму непостижимо. Где государство, куда смотрит и что должна делать женщина в такой ситуации? На данный момент и дочка, и зять уже омерли, уже не до 3 года. Девочку воспитывает сама бабушка, девочка сирота. И когда она к нам обратилась за помощью, то ей нужен был элементарный микрогаль. Она не верила, что мы можем как-то помочь. Она рассказывала и плакала. Мы просто полтора часа были на телефоне. И плакала она, и плакала я на другой стороне телефона. И когда мы с ней пообщались, я сказала, что сейчас все будет. Через 5 минут моей публикации только в группе на WhatsApp, и даже не доходя до Facebook, и до одноклассников, отозвалась добровольный водитель из Аждода, отозвалась женщина из того же Аждода, в котором проживает семья. И через полчаса, через полчаса у них был микрогаль. На что мне женщина сказала, что я 3 года жду от социальной службы, когда они купят мне микрогаль. Но они говорят, иди купи, принеси нам чек, и мы, может быть, когда-нибудь это оплатим. И все началось с микрогаля, а закончилось отмечанием батмитсвы для этой девочки. Собрались люди-волонтеры просто со всей страны. Кто-то пек торты, кто-то накрывал столы, кто-то шил платья, кто-то делал макияж. Были артисты, которые наши же волонтеры выступали бесплатно. И наши мамочки проводили мастер-классы. Мастер-классы у нас проводят мамы этих самых больных деток. У нас много особенных деток, о них я расскажу попозже. Итак, дружно всей страной мы отметили вот это Михаил. Это та самая девочка для рождения Михаил. Случай, когда у мамы онкология последней стадии. У нее трое детей на руках. У мужа диализ. Он постоянно находится на диализе. Это абсолютно молодые люди, молодая пара. И девочке тоже исполнялось день рождения. Ей не батмитсва просто 8 лет. И сказали, Женя, совсем нету средств существования. Если можете хотя бы испечь тортик, то мы будем очень рады. Ну, получилось такое же отмечание дня рождения, как и у Михаил. Даже, может быть, более бурное. К сожалению, сейчас в этой семье отрезали обе ноги молодому человеку от своих детей. Женщина на последней стадии рака, которая до этого была очень активной, держала свою фарикмахерскую, занималась добровольческой деятельностью и сама принимала бесплатно у себя людей. Она оказалась в тяжелой ситуации. То есть сама с последней стадии онкологии на руках трое детей и муж без ног, не имея лифта и не имея никакой помощи. И мне кажется, что государство должно задуматься как-то, может быть, в каких-то поправках, в каких-то законах или как в каких-то определенных случаях быстрее реагировать и быстрее помогать. И просто я хочу сказать, что наше движение превратилось в какую-то скорую социальную помощь. Мы как скорая помощь просто по одному призыву собираемся дружно и в ту же секунду обычные люди, а у нас большая часть людей, это 60% людей, которые сами нуждаются в помощи. И часто мы приезжаем, например, забирать что-то из мебели и разговариваем с человеком и узнаем, что у них у самих большие проблемы или у их родственников, и так и не оказывается у нас. Так вот, 60% людей – это люди, которые нуждаются, люди, которые больны, которые нужна наша помощь. И 40% – это наши волонтеры, которые помогают. Сейчас еще один случай, где женщина с сыном инваридом стопроцентным на коляске. Это случаи Амидар и Амигур, когда люди получают жилье, когда у них начинаются проблемы и когда не всегда или не хотят, или не могут помочь в Амидаре или в Амигуре. Женщина с сыном инваридом стопроцентным живет в квартире от Амигура. В определенный момент у них просто провалился пол. Им сказали, что хорошо, мы придем, починим пол, но вы на данный момент перевезите все вещи в одну комнату и там, можно сказать, поживите в этой комнате несколько дней. Эти несколько дней превратились в несколько месяцев. К ним никто не шел. Женщина жила просто в ужасных условиях. Когда они к нам обратились, мы отправили также запрос тоже с помощью Яны Бриксман, Влады Зернинского и всех наших СМИ и всех постов, что оказалось, что также просто Министерство строительства задерживало выплату денег тем людям, которые должны были прийти и сделать ремонт. Но после нашего обращения уже через сутки пришли и положили пол. Но почему надо было ждать несколько месяцев, чтобы элементарно люди пришли и сделали то, что они могли сделать несколько месяцев назад? Но это еще что? Но вот знаете ли вы, что нужно для того, чтобы спилить дерево? Вот вроде ничего сложного, спилить дерево. А на самом деле это такая бюрократия, которая похлеще вот той, что я рассказывала. К нам обратились пожилые люди. Два дома людей, которые старше 80, соответственно, возраст и, соответственно, какие-то болезни у людей. У них во дворе растет дерево, корни которого зашли в канализацию, а ветки которого зашли в хашмаль. Им нужно элементарно это дерево спилить. Куда они не обращались, Ирия им говорит, часть вашего дерева уже не растет там, где относится к нашей. Оно уже залезло на частную собственность. Поэтому к нам никаких. Ищите того, кто спилит. Они позвонили на радио. А радио позвонило нам и сказали, может, твои добровольцы спилят? Ну, я как-то думаю, ну а что, попросим ребят? Они спилят. Я написала на WhatsApp. Все поддержали. И нашлись ребята, которые хотели это сделать. А один наш помощник, очень активный Толик говорит, нет, а мы не можем это сделать. Если дерево выше 5 метров, то мы не можем его спилить без разрешения Какаль. Какаль – это организация, которая высаживает дерево в Израиле. Но помимо этого нужно было принести справку от инсталлятора, справку от хашмалаи, собрать подписи всех жильцов двух домов, которым за 80 и которые праздничные болезни и много кто уже не соображает, что подписывает. Но мы это сделали с помощью наших волонтеров, с помощью Рая, которая бегла, занималась ими бумагами и все собрала. Но, несмотря на то, что все это было сделано и собрано, после похода в Рию все эти бумаги отправились в Какаль. В Какале они рассматривались 3 месяца. Потом начались каникулы. Потом начались праздники. Когда мы получили Ишур, тарих прошел. И надо было снова собирать все бумаги и все Ишури. Мы послали обратно. Мы получили Ишур. Но, вот тут внимание, 4 месяца по закону объявление должно висеть во дворе. Для того, что если кто-то хочет его протестовать в течение 4 месяцев, они могут это сделать. Но это же ненормально. Люди обратились за помощью именно, чтобы спилить. И еще 4 месяца, помимо тех трех, которых мы ждали этот Ишур, они должны были ждать, захочет ли кто-то протестовать. После того, как закончились эти 4 месяца, опять тарихова. И опять по-новому все это делали. Но выяснилось, что хорошо. Хеврат Хашмаль должен был спилить это дерево. Но Хеврат Хашмаль, несмотря на то, что это было публично во всех эфирах, и посланы официальные запросы. 2 месяца Хеврат Хашмаль нас кормил понедельниками. Мы придем в понедельник. На следующей неделе они пришли. Мы звоним. Мы придем в понедельник. Так было 2 месяца. Наконец-то они приехали. И спилили верхнюю часть дерева, на что сказали, что пила не берет. Мы приедем, потом спилим остальное. Через 2 дня они приехали, спилили остальное. Появилась проблема убрать это дерево. Убрать должна Илья. А Илья была занята предвыборной кампанией. Им было не до этого. Поэтому убирали, как могли, силами волонтеров. Но то, что осталось, до сих пор еще Илья не убрала. Но хотя бы спилили это дерево, за что благодарны эти пенсионеры. Но опять же, если мы посчитаем 4 месяца, плюс 6, плюс 2, ну это немножко долго для того, чтобы спилить обычное дерево. И немножко ненормально, чтобы 4 месяца оно висело, и каждый раз старый хавар, и снова собирать. То есть, а если что-то, ну очень серьезное, и вот так долго надо собирать бумаги, это просто ненормально. В семье к нам также часто обращаются туша в хазер, так называемые возвращенцы. Это люди, которые приехали в страну, пожили здесь, и по каким-либо причинам они должны вернуться. Но чаще всего это серьезные причины, например, болезнь близкого человека, болезнь мамы, как было в нашей истории. Девушка с мужем и с двумя детьми приехали в страну. Через 3 года женщина развелась с мужем, и в этот самый момент она узнает, что ее мама серьезно больна. Она, естественно, собирает детей, и в надежде полагая, что она через несколько дней вернется, она уезжает, не закрыв здесь никакие дела, но ей приходится остаться надолго, так как мама серьезно больна. В процессе ей нужно было сделать переливание крови, у нее взяли анализы и выяснили, что она сама больна. Мама умерла, к сожалению. Девушки говорят, что раз ты имеешь гражданство, и у тебя такая серьезная болезнь, уже такая стадия, так ты возвращайся, тебя там подлечат. Она берет детей, собирается, едет обратно. Ведь у нее же есть гражданство, несмотря на тот случай, который рассказывала, что нет гражданства, она гражданка Израиля, двое детей граждан израиля. Она возвращается обратно. Но из-за ее долга и банку, и петуахлюми, у нее наложенный культ счет закрыт. А если счет закрыт, она не может ни устроиться на работу, ни снять квартиру, ни обратиться к врачу за помощью, ни устроить детей в детский садик, ни записать в школу. И все стало. И тут я хочу отдать должное работникам плиты, в которой ей просто негде было жить даже. На две недели предоставили ей то самое жилье, куда они заселяют приличных Алимов. Но на тот момент, когда уже новые Алимы должны были заселяться, она должна была оставить это место проживания с детьми и пойти в неизвестность. Жить ей было негде, и никто не хотел сдавать квартиру, так как она не работает, у нее нет счета и нет работы. Она обратилась к нам. И после, опять же, моего обращения, одна женщина взяла ее жить к себе вместе с детьми. Другой мужчина предоставил ей подработку, скажем так, по черному, да? Она могла заработать какие-то деньги. Люди привезли все необходимое, включая мебель, продукты, вещи для детей. Мы привлекли адвокатов, которые нам помогают бесплатно. У нас их много в движении по разным направлениям. Они с нами сотрудничают. Адвокаты помогли открыть счета. И на данный момент девушка проходит лечение. Дети ходят в школу, в садик. Они живут на схируте. И подкрыли счет. И, слава богу, все налаживается. Отец детей, я сказала, они развелись еще до того, как она вернулась. Он живет также в Израиле. Но они, к сожалению, не общаются с детьми. И он, да, обидится. У нас таких примеров... Какие долги были? Долг был небольшой. Восемь тысяч в банке. И то, что она не платила полтора года битуахлю. И вот то, что мы отчисляем. Все. Если они в официальном разговоре. Они, да, в официальном разговоре. Долги должны были висеть на отцены детей. Как вы и так. В такие моменты я честно не вдавалась. Не знаю, на ком что говорю. Но просто в тот момент, когда она обратилась, им через два дня надо было идти в неизвестность, а жить было негде. У нас, я говорю, как скорая экстренная помощь. Мы просто думали на данный момент об этом, как им сейчас помочь. И на ком там висят долги или что-то другое. Ну и последние три минуты я займу рассказом о нашей акции, которая происходит сейчас. Это предновогодняя добрая акция, где мы размещаем наши ёлочки, которые мы шьём сами. На которые вешаются фотографии особенных детей. Особенные дети. Это дети инвалиды. Или дети из нуждающих семей. Или дети, которые находятся большую часть на лечении дома или в больницах. На фотографиях написано имя, возраст, город и желание ребёнка. Если вы знаете, мы уже третий год ездим по стране. Я наряжаю Снегурочкой. У меня есть ещё Снегурочки и Деды Морозы, которые ездят по стране и вручают подарки от Детых Морозов этим больным деткам. Так вот, в этом году вы можете стать волшебниками и исполнить мечту. Вы можете посмотреть и на нашем сайте, который мы недавно открыли к трёхлетию. И в наших группах есть специальный альбом. Там указаны дети, которым участвуют в нашей акции. Там указаны адреса магазинов, где мы устанавливаем наши ёлочки. К нам отозвались 13 магазинов в абсолютно разных городах от Хайфа и Доришана и 4 большие новогодние ярмарки. И в Телевиве на Тахане 3 и 4 этажи в Петахтикве и в Рамадгане. И даже сами хозяева этих магазинов нам очень сильно помогли отпечатав плакаты, флайера, предоставив свои ёлочки и украшения и много-много другого. И сами являются добровольными водителями. И поэтому я вас призываю, во-первых, вступить в наше движение, стать одним из нас волонтёром-волшебником. Также прийти в наши магазины, в которых проходит акция, выбрать на ёлочке ребёнка, исполнить его желание, положить в специальный мешок или коробку, которую мы сделали своими руками, где вы подпишите ваше имя, ваш телефон, для того, чтобы мы потом при вручении прислали вам фотографию, что этот подарок для этого ребёнка вручен, и чтобы вы видели, что он дошёл по назначению. И спасибо за внимание. Посмотрите небольшой ещё один ролик об этой акции. Приближается Новый год. Дети ждут чудес и подарков. Дедушка мой! Движение «Вместе мы с силой» вручает всем неравнодушным, желающим помочь, волшебную палочку и предлагает принять участие в нашем добром сказочном деле. Пригласим ещё, есть у нас много помощников. Герои нашей сказки – это особенные дети, которые большую часть своего времени проводят на лечении и в больницах. Это также дети-инвалиды или дети из семей, оказавшихся в очень тяжёлом положении на данный момент. Вместе с нашим движением вы можете исполнить мечту ребёнка и стать волшебником. Сделать это очень просто. Для этого нужно зайти в магазин, участвующий в нашей сказке. Адреса магазина вы можете видеть в бегущей строке. В магазине на ёлочке выбрать фото ребёнка, прочесть его желание, купить подарок, потом положить его в мешок вместе с фото ребёнка, чьё желание уже исполнило. Не забыть написать ваше имя и номер телефона, чтобы мы могли прислать вам смс с фото о вручении подарка. СМС со всеми данными нужно также выслать Снегурочки на номер 052-314-5440. Если в вашем городе нет магазина, который участвует в нашем добром деле, можно обратиться напрямую на сайт за полной информацией. Вы сможете увидеть на сайте и во всех наших группах фото и видео о вручении подарков детям. 31 декабря в прямом эфире Первого радио вручение подарков детям Дедом Морозом и Снегурочкой. Давайте вместе совершим чудо и подарим детям сказку. Откройте ваши сердца, станьте волшебниками, исполните мечту особенного ребёнка. Новый год Новый год Последние слова У человека нет возможности делать всем добро, но у него есть возможность никому не делать зла. Я хочу, чтобы так и продолжалось. Спасибо за внимание и надеюсь, что мы будем сотрудничать. По профессии я парикмахер. Вторая моя профессия, я педагог начальной класса с иностранным уклоном. Но не по одной из профессий я не работаю. Я работаю в магазине бижутерии в городе Решен-Диционе. Моя семья состоит из меня и моих двоих детей. Моей дочке 22 года, моему сыну 20 лет скоро исполняется. Они принимают активное участие во всех моих акциях и поддерживают меня в этом. Молодец. То есть работает на полную ставку, не получает никаких зарплат. Это не общественная организация, не АМУТА. Вопрос второй. Почему не АМУТА? Потому что я не хочу связываться с деньгами. И во-вторых, очень много волонтеров, которые находятся в нашем движении, рассказывали мне о том, что они уже когда-то помогали какому-либо фонду или АМУТе деньгами. И на этом обожглись. Потому что люди не знали, куда это пойдет и куда это на самом деле пошло. У нас с этим все открыто и доступно. Если мне люди звонят, имеют возможность приехать сами и привезти в ту семью, о которой я говорила, сами. Я им даю эту возможность. Они едут, они видят ту самую семью, о которой я рассказываю. Видят, что это на самом деле так и есть, как я рассказываю. И потом становятся сами участниками, приводят своих друзей. И продолжают. Не будучи амутой, вы лишаете себя государственной помощи. У каждого министерства есть тьмеход, поддержка. Я думаю, с вашей деятельностью вы можете получать от всех министерств в каждой сфере определенную помощь от государства на вашу деятельность. Зачем лишать те семьи, которые получают от вас? Ну судя от... как государство помогает семьям, вот дождешься от него. А что вы говорите? Давид, Женя прекрасно все это знает. Она все это проходила неоднократно. Если они через несколько лет работы остались в этом формате... Женя, Женя, одну секундочку. Если они через несколько лет работы остались в этом формате, значит он их устраивает. Да и слава Богу, что они продолжают работать, что они никому не обращаются за помощью. Они делают великое дело, действительно социальная скорая помощь. И Женя работает на полную ставку, как вы знаете. Непонятно вообще, когда она успевает все это делать. Для меня это необъяснимая, невероятная вещь. Я... Женя, я хочу вам... Я не хочу вам подарить. Хотелось бы подарить что-то больше. Лексикон русской Али, это моя книга. Я надеюсь, что мы с вами будем еще не раз встречаться. И обращаться, может быть, к вам за помощью. Потому что то, что вы делаете, это... Совершенно... Бесценно. Спасибо. Есть вопросы? Хорошо, я хочу сказать, что мы отказываем в помощи тоже. Это когда... Или мы увидим, что это люди аферисты, и все, что они говорили, это неправда. Это случаи, когда нас шантажируют. Например, когда говорят, что вы, если вы не оплатите нам счета, мы покончим жизнь самоубийством. Это тоже к нам не относится. Или когда обращаются за материальной помощью, у нас запрещено помогать материально и запрещено сбор пожертвований. А про работу, я хочу сказать, что я работаю с полдевятого утра до восьми вечера в магазине. После этого я иду еще на одну работу. У меня тетя, за которой ухаживает тетя Альцгеймер. Там я нахожусь в десяти. После этого я еду на автобусе домой. Дома я где-то в одиннадцать. И ночью я рулю всеми группами. А группа у нас не только в Фейсбуке. У нас пять групп на Вацапе. Только движение. А еще у меня группа добровольных водителей. Каждая ИРО это отдельная группа. Группа на Одноклассниках и группа на Фейсбуке. Вот вчера я вырезала фотографии и дошивала елочки до четырех утра. Поэтому и все наши волонтеры, имея семьи, точно так же мне помогают.